Актёр Пётр Фёдоров станет с ведущим программы в прокате на Муз-ТВ. Как признаётся сам Петя, он давно мечтал попробовать себя в роли путеводителя по миру кино. Давай вот эту майку попробуем. Всё-таки у нас как бы летняя программа получается. Это майка? Она на равном размере? Сейчас попробуем. Пётр Фёдоров очень волнуется перед первыми съёмками в непривычном для себя качестве. В новом сезоне именно он будет рассказывать зрителям Муз-ТВ о киноновинках. Ну, как любой правильный артист, конечно, не избегайте телевидения, потому что есть такая штука, что можно... Если в кино снимаешься, ты вроде как персонаж, телевидение, к сожалению, разрушает ощущение всегда вот от киногероев, кинообразов. Несмотря на все опасения, Пётр уверен, с Муз-ТВ можно рискнуть. Единственное, в чём он всегда мечтал попробовать свои силы на телевидении, это программа про кино. Пётр к своим 27 годам уже успел сняться и в мейнстримовом кино... Я умру! Я умру за тебя! И в авторском «Россия-88», где он выступил ещё и со-продюсером. Поэтому мы сейчас их научим рисовать политические грамотные рисунки, нужные нашему народу. Непосредственная связь с кино пригодилась Петру уже на первой же съёмке. В анонс фильма Тимура Бекмамбетова просочилась дезинформация. Мол, Гошу Куценко выгнали со съёмочной площадки за незнание английского. Я с утра первое, что я сделал, я позвонил коллегам и узнал, насколько это вот правда, сказали, что нет, это полная чушь, это вообще интернет, так сказать, интернет-параша. Поэтому вот пытаемся как-то не дать вести заблуждение зрителя. На съёмках Пётр волнуется, но искренне старается. Ведь в Менелопе как-никак уже 36. Самый страшный страх для Петра – сказать подводку к фильму, где он сам будет принимать участие. Говорит, не хочется выглядеть снобом. Вот такой скромный новый ведущий в прокате. Смотрите с 20 августа только в эфире телеканала Муз-ТВ. Юлия Антонцева, Алексей Широков, Муз-ТВ. Юлия Антонцева, Алексей Широков, Муз-ТВ.